Защитники Родины – это люди, которые оберегают страну как в период военных конфликтов, так и в мирное время. Защищать – это в том числе предупреждать, воспитывать личным примером. Ни одно поколение таких людей присутствует в зале Дворца культуры на праздничном концерте. Защитников Отечества принято поздравлять не только словами, но и, конечно, творческими номерами. Сегодня, в преддверии 23 февраля, здесь, в Центральном Дворце культуры, организовали специальный концерт для всех представителей сильной половины человечества. Здесь не просто люди в форме, герои, ветераны. Они ценят этот праздник, который исторически очень важен для нашей страны. Это один из дней воинской славы, который мы используем для того, чтобы воспитывать наше молодое поколение. Мы ходим по школам, по молодежным организациям и говорим о том, что было, как было и зачем надо защищать Отечество. И говорим так – Отечество надо любить, не спрашивая почему. Перед концертом с ветеранами пообщался глава округа Сергей Горелов. После, уже во время мероприятия, он не только поздравил их, но и вручил специальные медали, выпущенные к приближающейся знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Искреннюю и вечную благодарность хотелось бы сегодня выразить людям, совершившим самый настоящий подвиг военной защиты Родины – нашим ветеранам. Они сегодня у нас на первых рядах. 75 лет назад они дали отпор разрушительной, бесчеловечной силе, готовой повергнуть в хаос целый нить. Сегодня в этом зале мне хотелось бы вручить от имени президента Российской Федерации «Юбилейную медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне тем, кто сделал это небо светлым, чистым, а нашу жизнь независима. Это нашим ветеранам». Медали в руках героев, а в глазах вера в доброе будущее страны, которую они защищают. Лилия Тимива, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.